Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, как снять фильм, который будет всем нравиться, ну или, по крайней мере, большинству зрителей. Когда некоторые кинематографисты говорят, я снимал фильм для друзей, для близкого круга, тех, кто понимает мое искусство, вы знаете, это такое легкое, но кокетничание, а иногда и откровенное кокетничание, потому что, конечно же, все кинематографисты, я уже не говорю об основных авторах, да, режиссер, продюсер, сценарист, они очень хотят, чтобы их кино смотрели, они очень хотят, чтобы это кино нравилось, обожалось, чтобы эти фильмы были не только фестивальными, чтобы эти фильмы смотрели все, ну или, по крайней мере, как можно большее количество. Конечно, бывают фильмы, которые прямо все не смотрят, просто по разным причинам. Кому-то это слишком рано смотреть, кому-то это слишком поздно смотреть, да, некоторые детские фильмы, увы, взрослыми уже не очень хорошо воспринимаются, им будет скучно или наивно. И это, кстати, один из тех моментов, о которых мы сегодня поговорим, то есть, как снять фильм так, чтобы его интересно было смотреть не только детям, не только подросткам, но и любому зрителю. Я довольно давно уже смотрю кино, можно сказать. Ну, если не с детства, то с подросткового, опять же, возраста, я как-то понял, что из всех искусств для меня важнейшим, похоже, является оно самое, экранное искусство. И вот тогда-то я и заметил, что лучшие фильмы – это те, которые нравятся, повторяю, всем или очень многим. Вот об этом у нас в том числе будет разговор. Ну, а в основном речь пойдет о том, как снять фильм, используя основные обязательные элементы драматургические. Собственно, пойдет речь о драматургии. Я не буду использовать очень сложные, очень такие, может быть, специальные термины. В основном это самые привычные, иногда встречающиеся. И чаще всего, скорее всего, друзья, вы эти термины слышали. Такие, как, допустим, кульминация или развязка. То есть, обязательные вещи, без которых кино будет нами восприниматься как будто бы недоделанным, как будто бы незаконченным. Потому что, действительно, фильм, который рассчитан на определенную аудиторию, если в нем будет отсутствовать какой-то элемент, тем более два элемента, три элемента, тогда речь идет о двух причинах. Либо это кино, действительно рассчитанное не на широкую аудиторию, либо это кино, рассчитанное на людей, которые не очень внимательно смотрят и не заметят, якобы, того, что в фильме чего-то не хватает. Я не хочу сказать, что авторы ленятся. Авторы поленились и не стали историю рассказывать нам до конца. Бывает наоборот. Авторы предпочли зрителю предоставить самим, самому зрителю решить, хорошо этот фильм заканчивается или не очень, живо ставится герой или погибает. То есть, вот такие, так называемые, открытые финалы. Открытый финал многим, если не сказать большинству, не очень нравится зрителям. Почему? Потому что, ну, мы, если мы говорим сейчас о зрителях, таких вот обыкновенных, да, я, кстати, тоже себя отношу, в общем, к обыкновенному зрителю. Мне нравится, когда мне все расскажут, в общем, до конца. В большинстве случаев. Когда что-то недорассказывают, я как бы вдруг начинаю подозревать, что авторы то ли поленились, то ли не знали. Вот может быть и такое. Знаете, авторы просто не могли понять, чем это все может заканчиваться. Крутили, вертели, придумывали, а потом махнули как будто бы рукой, а пусть так и останется. Вот кино, которое отнесем в кавычках к разделу «пусть так и останется», в нередких случаях называется кино артхаусным. Давайте для начала два термина отметим, которые, может быть, вы уже слышали, или, по крайней мере, надо эти два термина знать. Первый термин – это так называемый «мейнстрим». Видите, все не наши слова, в данном случае английские слова. «Мейнстрим» обычно переводится дословно как «основное направление», «главное течение». То есть то кино, которое снимается для всего земного шара, для всех зрителей на всех континентах, для огромной-огромной аудитории. Кино, которое стоит миллионы рублей. Рублей. Если бы рублей. Миллионы долларов. Да. Вот. А если в нашей стране, то десятки миллионов рублей. Вот так, наверное. Вот. Это «Гарри Поттер», это «Яна Джонс», это «Джеймс Бонд». В общем, видите, я сейчас называю франшизы, то есть фильмы с продолжением. Но на самом деле, конечно, это могут быть и отдельные фильмы, штучные товары. Но, повторяю, кино, которое массовое, кино, которое, ну, зрелищное в основном тоже, раз оно массовое. Мейнстрим, таким образом, это кино, которое преобладает в мире. Но есть гораздо меньшая, скажем так, меньшая часть мирового кино, которое рассчитано на тех, кто уже всё пересмотрел, или почти всё пересмотрел массово, и ему, этому зрителю, скучновато, может быть, уже. Ему хочется чего-то необычного, чего-то, ну, поумнее, может быть, чем некоторые мейнстримные произведения. Вот это второе направление кино называется «артхаус». «Артхаус». Иногда это слово пишут через чёрточку, иногда вместе это не так важно, по-русски если. «Артхаус» переводится как «художественный дом» или «дом искусств». Так когда-то, может быть, чуть ли не сто лет назад уже начинали называть места или помещения или здания, в которых демонстрировалось вот такое вот необычное кино. Под необычным, я понимаю, там, очень старое кино, которое уже давно никто не смотрит, немое, например, кино. Или кино, снятое каким-то необыкновенным способом, визуально, да, кино, в котором, допустим, никто не разговаривает. Оно вроде бы и звуковое, но почему-то авторы так выстроили всю историю, что обходятся без диалогов. Бывает такое. И, в общем, какие-то странности, какие-то необычности, вот это всё приметы артхауса. Таким образом, получается, что есть два больших таких направления в художественном кино, или, если говорить профессиональным языком, опять же, игровое кино, да, разыгранное кино, кино, которое некую новую реальность нам подаёт. Этого не было, на самом деле, а вот авторы делают так, чтобы как будто это всё и вправду. И действительно, мы верим, если нас смогли убедить. А что нужно для того, чтобы нас действительно смогли убедить? Для этого надо, прежде всего, историю рассказать со всеми вот этими самыми основными элементами. Элементами, которые начинаются с так называемой экспозиции, когда нам объясняют, что будет и как будет. А дальше идут другие элементы. Вот сейчас о них тоже поговорим. Но, прежде чем, опять-таки, поговорить о том, из чего состоит кино, ещё один важный термин надо обозначить и поговорить о нём. Этот термин нам достаточно привычен на слух. Конфликт. Конфликт бытовой, ну, понятно, да, кто-то с кем-то скандалит, или кто-то кого-то даже не любит, да, живут тихо вроде бы, не ругаются, но какое-то напряжение, допустим, или в семье, или между соседями. Это тоже конфликт. Но в драматургии, соответственно, в построении фильма, конфликт, повторяю, принципиально важен, потому что история строится на том, чтобы нам стало интересно, что будет дальше. А особенно, чем эта история закончится. Важно, интересно её начать, важно, интересно её продолжать. И как-то совсем необычно, удивительно даже, может быть, для зрителя эту историю завершить. Это всё конфликт. Точнее, раскрытие особенностей этого конфликта. Ваши истории, наверное, пока ещё будут далеки от каких-то глобальных конфликтов, да, то, что вы хотите снимать или уже снимаете, это, наверное, истории о вас самих, да, о вашем поколении, о ваших проблемах, о том, чем живут совсем юные, может быть, даже те, кто младше вас, персонажи, да. Вы не обязательно ведь только о себе снимаете. Но, наверное, вы вряд ли будете снимать про армию, вряд ли вы будете снимать про большую политику, или там про заграницу. Скорее, у вас будут истории, которые понятнее всего вам самим. И, кстати, это правильно, потому что лучше всего получается снимать о том, чем вы живёте, что вас волнует и так далее. Если вас что-то волнует, но вы так себя спрашиваете, а точно ли это моё? И вот если у вас есть сомнения, что нет, наверное, всё-таки я в этом плохо разбираюсь, оно как бы меня волнует, но не до такой степени, чтобы я прямо вот ничего не мог сделать с этим, да. Вот тогда, наверное, не стоит браться за такую тему, а браться за ту тему, о которой вы думаете постоянно, которая у вас... Ну, если вы хотите снимать что-то такое, знаете, серьёзное, да, кино, если вы хотите развлечь зрителя, тогда можно спектр ваших, выбор ваших тем гораздо шире. Это то, о чём вам надо, как следует, прикинуть, да, поразмыслить, обмозговать. Не только вам самим, но в вашей группе. Я не уверен, что вы снимаете в одиночку. Скорее всего, у вас есть какая-то своя группа, и вот вместе с своими единомышленниками, да, вы решаете, в какой теме обратить своё внимание, о чём снимать кино. Итак, конфликт важен, потому что он движет всю историю. Соответственно, конфликт бывает разный. Конфликт в кинокомедии комический, да, конфликт в драме серьёзный, драматический. В трагедии, ну, я надеюсь, вы всё-таки не будете обращаться к такому самому серьёзному жанру и самому трудному, даже, я бы так сказал, с жанру трагедии, да, надеюсь, пока, по крайней мере. В трагедии трагический конфликт, но, то есть, очень печальный, да. В драме все страдают, но как-то более-менее живут. А в трагедии все страдают, но не все доживают до конца. Да, таков принцип этого печального жанра, помочь нам разобраться и в своих, и в чужих конфликтах, но есть жертвы при этом, да, и жертвами становятся персонажи. Есть одна из самых, если не самая известная трагедия, ну, не древняя такая, знаете, не древнегреческая, а поновее, каких-то там около 500 лет назад эта трагедия написана. Это Гамлет Шекспира. Хотя, в свою очередь, Шекспир опирался на какие-то достижения еще древних греков, потому что именно в Древней Греции появился и театр, и жанр трагедии, и так далее. Царь Эдип, вот, наверное, еще более показательная картина того, что такое трагедия. В принципе, вы можете это уже спокойно и читать, и изучать, и смотреть в театре. А есть и киноверсии Гамлета, и царя Эдипа. Это трагедии, лежащие в основе большинства конфликтов, которые разбираются в разных жанрах. Иногда может быть конфликт из трагедии, но используется в комедии. Случается и такое. Но, соответственно, там возникает такой трагикомический конфликт, когда нам и смешно, и грустно. Кто был самым, наверное, выдающимся мастером трагикомедии всех времен? Чарли Чаплин. Чарли Чаплин. Ну, если сказать точнее, его фильмы не трагикомедии, а то, что мы теперь называем драмеди. Драмеди. Сочетание слова драма и комедия. Да? Камеди, драмеди. Вот. Потому что у Чаплина все-таки всегда был какой-то свет в конце тоннеля, что называется. В конце его истории практически всегда все заканчивалось хорошо. Если не очень хорошо, то в любом случае герои были живы. И надежда у зрителя оставалась на то, что будет все замечательно. Когда человек выходит из кинозала или отрывается от экрана дома с ощущением, что у героев все хорошо, знаете, на подсознании это означает, что и у нас вроде как все будет хорошо. Для этого такие фильмы снимаются, чтобы нам полегче жилось. Вот и все очень просто объясняется. Итак, конфликт лежит в основе всякой истории. Драматургическая история. Если вы снимаете кино, которое будет смотреть очень широкий круг зрителей. С чего начинается любой фильм? С экспозиции. Экспозиция это, собственно, начало всей истории. Можно даже очень простую привести формулу всей структуры фильма. Это начало, середина и финал. Видите, как просто. Всего три части. Начало, середина, финал. То есть, с чего история начинается, как она продолжается и чем она заканчивается. Но в этой формулировке очень важны все эти три момента, потому что без одного из них уже чего-то будет не хватать. Если нет начала, а начинается как бы с середины, у нас будет все время ощущение того, что мы хотим узнать, а что было до этого. Хоть немножко. Нам чего-то не хватает. Соответственно, середина это большая часть любого фильма это развитие действия. Если оно будет слишком быстрым, не успело толком начаться, уже и заканчиваться, нам будет опять-таки чего-то не хватать. А побольше бы узнать о том, как герои страдали или как герои веселились, прежде чем начать страдать. Или наоборот, как долго страдали, а потом чуть-чуть бы добавить веселья, а то слишком много было страдания, а мы не успеваем порадоваться за героев. Ну и соответственно, вот все тот же важнейший элемент всей структуры фильма это финал. Надо по возможности по возможности внятно рассказать, чем все заканчивается. Конечно, не нужно разжевывать все, не нужно прямо все до мельчайших подробностей говорить, что сколько будет детей у героев или какую он машину себе купит после того, как долгожданное счастье к нему пришло. Это уже не обязательно. Вот здесь в финале объяснив главное, можно дать некий простор для фантазии зрителя, который в общем не дурак. зритель. Пожалуйста, никогда не забывайте, что зритель не дурак. Зритель умный. Если вы будете считать зрителя недалеким, обязательно кто-нибудь вам сам скажет, вы за кого меня держите, мои юные друзья. Вы думаете, что я глупее вас. Поэтому всегда помните о том, что зритель ваш собеседник. Пытайтесь все-таки как-то на равных с ним. Есть такая шутка кинематографическая, но чаще всего ее режиссеры используют это такая фраза. Прислушайтесь к ней. Экспозиция затянута, середина провисает, финал не найден. Это то, чего боятся очень многие главные участники кинопроцесса. Сценаристы этого побаиваются. Если им претензию такую предъявят, что почему у вас затянуто начало, почему у вас затянут середины, и почему у вас нет финала. Финал не найден. Действительно, та же проблема касается режиссера. Когда режиссер уже на основе готового сценария снимает кино, у него похожие проблемы могут возникать. Не обязательно это будет связано со сценарием, потому что съемка и тот материал, который по ходу дела снимается, как правило, если не очень сильно, то в каких-то моментах он все равно будет различаться со сценарием. И вы по себе тоже это должны всегда понимать по своему процессу съемки. Допустим, вы собирались снять сцену в солнечный день. Радость героя или героини должна подчеркиваться вот этим ярким солнечным светом. И у вас при этом единственный день, когда вы можете это снять. И вдруг раз в этот день пошел дождь. Что с этим делать? Другого дня не будет. Вот надо сегодня снимать. Приходится снимать в дождь. Тогда режиссер начинает искать свою образность даже в этом дожде. Герои веселятся, все такие мрачные вокруг ходят с зонтами, а герои идут без зонтов. Единственное, желательно не простудиться, конечно, будем надеяться, что персонажи не заболеют после этой радости под дождем. Но можно выстроить по-другому. Эта сцена будет тоже иметь свою поэтичность, когда на фоне серости, дождливости герои веселые, счастливые, им хорошо и так далее. Но заметьте, все поменялось. Было солнце, стал дождь, и все. Тем не менее, для настоящих кинематографистов, а я верю, что вы будете в себе искать внутри себя настоящих таких, умеющих снимать, несмотря ни на что, художников. В общем, даже из минусов делать плюсы. Получается, кино иногда там, где думаешь, что ничего не получится. Ну хорошо, продолжаем. Что дальше? Вот эти моменты всегда, пожалуйста, не забывайте, что экспозиция должна нам что? Объяснить, кто, где и когда всю эту историю начинает. Правда, бывают фильмы и вполне массовые, когда начинается сразу с некого действия, энергичного действия. Мы даже не можем понять, хороший герой или плохой. Он в какой-то перестрелке, идет неимоверная или драка, или перестрелка. В общем, что-то такое безумное. Нам пока никто не объяснил, кто из персонажей хороший, кто плохой. Они могут вести себя почти одинаково. Ну, наверное, хороший не будет там бить ногами лежащего противника, хотя в иных случаях по-другому просто не получается. Хорошим тоже время от времени надо вести себя довольно жестко. Особенно в современном кино, которое уже не буду говорить прямо каким-то стало чрезмерно жестоким, но, допустим, еще полвека назад так хороших героев нам не показывали. О героях мы еще поговорим во второй части сегодняшней встречи. После экспозиции наступает тоже очень важный момент. Каждый момент важен, как я уже говорил. То есть, если что-то будет не хватать, значит, уже возникают проблемы. Будут. Их надо избегать. Как? Не забывать про эти элементы. В экспозиции надо показать, более-менее нам объяснить, кто хороший. Ну, не надо говорить, кто хороший, кто плохой. Интереснее, конечно, допустим, объяснить, что этот герой водитель, а этот герой учитель. Водитель грубый, невежественный, да, а учитель интеллигентный и порядочный. По крайней мере, их поступки в экспозиции вот такие. Но, конечно, как настоящие умелые рассказчики вы можете все поворачивать потом иначе. И интеллигент может оказаться не таким уж интеллигентом, да, а водитель, несмотря на свою грубость, может себя показать гораздо более человечным и так далее. Вот такие вещи всегда, такие драматургические перевертыши всегда на зрителя действуют так, что нам становится опять же интересно. Завязка сюжета. То, с чего зритель, что называется, попадает на крючок авторов. Звучит немножко как-то обидно для зрителя, что мы какие-то рыбки, что ли, да, тут на крючок мы попадаемся. Но, а как иначе? Задача вас, как авторов, сделать так, чтобы зритель заинтересовался, увлекся. Вот пример. Жил-да был деревенский парень, Вася, по фамилии Куролесов. Вася Куролесов был обычным деревенским парнишком. Однажды он едет в маленький ближайший городок, в райцентр, купить поросят, потому что мама его, такая же деревенская женщина, говорит ему, что надо нам какое-то хозяйство завести. Они живут в деревне, но почему-то у них нет ни коровы, ни никаких других животных, а надо, мы же в деревне живем. Ну вот, хоть ему и не нравится эта идея купить, даже не поросят, а поросенка. Но он едет в город, и на базаре действительно ему некий мужичок такой хитроват, хитрован, такой хитрован на вид. Он ему предлагает, значит, поросенка, даже показывает его, говорит, вот бери вместе с мешком и езжай домой. Приезжает домой и Вася открывает мешок, оттуда вместо розового упитанного поросенка вылезает собака, вылезает задрипанная, значит, такая бездомная собака. И мама, и Вася в ужасе, что-то такое. Обманул его, тот самый хитрован, не случайно какой-то подозрительный вид был у него. И вот это завязка сюжета. Мы теперь понимаем, что Вася будет выяснять, кто ему подсунул, кто тут негодяй, который подсунул ему собаку вместо поросенка. И вот таким образом начинается история. Может быть, кто-то из вас узнал эту историю. Если кто-то не узнал, то я могу сразу сказать, это замечательный мультфильм, а снят он по замечательной повести, литературной повести под названием «Приключения Васи Куралесова», которая и в советское время была популярна, и сейчас не забыта. «Приключения Васи Куралесова» это такой классический детектив в общем для совсем юной аудитории, для детей, подростков и так далее. Но взрослые эту историю тоже вполне с интересом смотрят, потому что она напоминает о каких-то обязательных штампах, может быть, клише каких-то, повторяющихся, но не обязательных с точки зрения детектива. Это комический детектив, если определять жанр «Приключения Васи Куралесова». Писатель Юрий Коваль написал эту вещь. И одна из моих любимых до сих пор, хотя я ее с детства знаю, казалось бы, в детстве ее и читать, но вот как я уже упоминал, лучшие произведения, у них нет ограничений по возрасту. после завязки сюжета начинается развитие действия. И, собственно, основная часть любого фильма больше, если вот хронометраж его продолжительность определять, допустим, идет, ну вот мультфильм «Приключения Васи Куралесова», он идет 20 минут. Соответственно, на экспозицию, на начало, там выделяется 3-4 минутки, даже меньше, наверное. Уже на пятой минуте он уже купил эту собаку вместо поросенка и начинается действие. Из 20 минут, почти 15 минут приходится на развитие действия. Это на поиске преступников, которые вот так обманывают людей. Потом выясняется, что эти преступники гораздо более опасны, чем сначала мог подумать Вася, что он связался с очень не просто непорядочными, но просто элементарными уголовниками. И тут он один не справится, наш герой не справится. Ему на помощь должен прийти кто может прийти. Да наша милиция, тогда это была не полиция, милиция еще в советское время. Вот милиция, уголовный розыск в лице профессионалов высшего класса помогают Ваше справиться с целой бандой, которая занимается разными махинациями. Замена поросят собаками это только одно из направлений деятельности этой самой банды. В общем, то, что называется перипетия сюжета. Перипетия сюжета это вот и пожаловал мне в гости обитатель моего жилища. Раз уж вы друзья с ним невольно познакомились, вот он, точнее, это она, это кошка-белка, живущая вместе с моей семьей уже давно. Ну ладно, белка, давай ты не будешь нам мешать. Перипетия сюжета это, как я уже сказал, самая продолжительная часть любого драматургического произведения. Неважно, это спектакль или это кино или мультфильм. На протяжении всех этих перипетий, то есть спадов, точнее, подъемов, спадов, каких-то метаний героя, то ему хорошо, то ему становится плохо, то он вроде бы во всем разобрался, то оказалось, что опять запутался. Вот, конечно, нужно всегда помнить о том, что эта самая середина, эти самые перипетии, сюжет, они не должны провисать, в кавычках, провисать, то есть надо в какой-то момент разобраться, понять, что вот в принципе теперь уже пора все узелки развязывать, объяснять, наконец-то, зрителю, кто же был, но если говорить о Васе Куролесове, допустим, Куролесове, да, кто же был этими преступниками, кто были эти преступники, и как и самое главное обезвредить. Момент, когда мы понимаем, вот сейчас преступники будут обезврежены, а это будет связано с большим риском, это и есть еще один следующий важнейший элемент драматургический, который называется кульминация, кульминация, то есть еще иногда говорят наивысшая точка в развитии действия. Вот если опять же говорить о детективе, в детективе бывает такой прием, не в каждом, но, допустим, вот у классика литературного детектива Агаты Кристи есть такой прием, он повторяется, и в общем это нормально, когда все подозреваемые в преступлении их собирают в одном месте, собирают так называемый великий детектив, то есть тот человек, который либо профессиональный детектив, сыщик, либо тот, кто берет на себя функции в данном случае, поблизости нет полиции, обитатели гостиницы, каждый из них подозревается в убийстве, допустим, и вот тогда человек, который все это расследует на общественных началах, у Агаты Кристи это, допустим, бывает такой Эркюль Пуаро, такой дяденька, который, значит, совершенно на вид не кажется сверхинтеллектуалом, но на самом деле он гений расследований, и вот этот Эркюль Пуаро собирает в холле гостиницы всех подозреваемых и говорит, и так, друзья, я во всем разобрался, сейчас я вам назову преступника, вот этот момент и есть кульминация, если берем другой жанр, допустим, фильм-катастроф, это момент, когда главные герои приближаются, ну, допустим, к атомной электростанции, которая в любой момент может взорваться, и главный герой говорит, сейчас я пойду и выключу рубильник, условно говоря, и перестанет работать генератор, и таким образом будут спасены сотни миллионов людей, это тоже кульминация, в общем, в зависимости от жанра кульминация бывает разная, в драме, естественно, никто обычно не вырубает, никакой рубильник не вырубается, да, в драме могут просто разговаривать, как до этого разговаривали, но что-то должно поменяться неожиданно, да, до этого все ругались, а потом наступает момент, когда вдруг становится ясно, пора нам, друзья, мириться, вот, ну, и так далее, кульминация, это момент, после которого неизбежно должен наступить спад, развязка, я не случайно вот несколько раз повторяю, развязка, развязывание, развязывание шнурков, да, представьте себе, вашему герою с самого начала на ногах, на ботинках завязали вместе шнурки, оба ботинка, шнурки завязали, да, и он бедный должен тут прыгать, скакать, что-то делать, пытаться развязать, вместо того, чтобы развязать, у него еще больше запутываются шнурки, в общем, ситуация ужасная, да, но в конце концов кто-то ему помогает, или он сам умудряется развязать, ему наконец-то ножницы попадаются в руки, которые до этого недоступны ему были, он с наслаждением перерезает, если не может разрубить, да, он перерезает ножницами эти шнурки, и наконец-то мы видим, как он просто ходит, да, это такое наслаждение для героя, развязка наступила, в детективе, раз уж я о детективе сегодня все больше как-то говорю, Эркюль Пуаро нам скажет, в конце концов, кто же был преступник, и объяснит, почему, это наступает развязка, заключительный момент любого драматургического действия, или то, что можно назвать третьей частью вот этих трехэлементного, значит, понятия, начало, середина, конец, развязка, это, ну, конец, я не люблю слово употреблять, скорее финал, вот это более подходящее, финал, финал может быть очень быстрым, кстати, некоторые, особенно начинающие авторы считают, что, ну, надо как-то, раз уж мы так неспешно развивали действие, то быстро его заканчивать тоже нельзя, надо еще минуточек так на десять, да, рассказать, что было дальше, на самом деле, друзья, все в кино надо делать достаточно компактно все-таки, чтобы зритель, опять же, не заскучал, и это, кстати, не оправдывает, на мой взгляд, некоторых артхаусных режиссеров, которые два часа, значит, неспешность свою демонстрировали, а потом еще минуточек пятнадцать еще напоследок добавили, да, уже и титры идут, а все там что-то добавляется и добавляется, ну, разные бывают случаи, есть фильмы, в которых неизбежно вот так и должно быть, но на самом деле надо экономить зрительское время, уже понимаете, предлагая свой фильм, пусть он десять минут идет, а уж тем более два часа идет, да, надо все это при этом взвешивать, надо понимать, что вы у кого-то, ну, не буду говорить, забираете их время, да, ну, по крайней мере, вы говорите, вот, извините, познакомьтесь с моим произведением, может вам что-то прояснится в этом мире после этих десяти минут, после этого часа или после этих двух часов, желательно, чтобы зритель сказал, да, я не жалею, спасибо вам, я не жалею, и более того, я счастлив, что я потратил на просмотр вашего фильма вот это время, я многое понял, чего-то этого не понимал, и так далее. Что понимает Вася Куралецов после того, как с помощью доблестных милиционеров, сотрудников уголовного розыска, он обезвредил, они вместе обезвредили преступную банду, он понимает, что надо идти работать в милицию, но, может быть, он так прямо для себя такой вывод не делает, но начальник уголовного розыска, с которым они вместе боролись с преступностью, ему говорит, а что, Вася, вот ты мне казался сначала парнишкой далеким от нашей профессии, но теперь я вижу совсем другое, ты наш человек, иди ты в органы к нам, мы таких людей ценим, и, хотя там такой приоткрытый финал, нам четко не говорят, что он станет сотрудником уголовного розыска, тем не менее, в общем, надежда такая, намек такой вполне дается, вот именно, заметьте, намек, какие-то вещи не обязательно в прямую в фильме раскрывать, можно намекнуть, и зритель поймет, что вы неспроста намекаете, вы показываете нам тот возможный путь героя, который уже остается заказанным, кадром, поэтому, повторюсь, что Вася Куралес, вот он, кстати, видите, это вещь, по которой можно изучать драматургию, можно, конечно, посмотреть мультфильм, он будет быстрее гораздо, на книгу вы потратите, может быть, пару дней, а мультфильм всего 20 минут, но, тем не менее, вы там увидите все основные элементы драматургические, о которых я сегодня вам рассказывал, то есть и экспозиция, и завязка сюжета, и перипетии, и кульминация, и развязка. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,